Будет ли дефолт? Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Зимитков Юрий. Сейчас многие возбудились, говорят, о, будет дефолт, будет дефолт, что делать? Но давайте поясню, ну, что я думаю по этому поводу, будет ли дефолт, в каком виде, почему, и что с этим делать, и кого это коснется, и как. Ну, смотрите, вы знаете, что у Центробанка есть золотовалютные резервы, и достаточно большая часть из этих золотовалютных резервов хранится почему-то за рубежом, в Америке, и в самых надежных активах, как они говорили, вот, но американцы взяли и заморозили эти золотовалютные резервы. Есть достаточно много золота, но золото надо продавать за валюту, а так как свифт отключен, особенно и не продаж. Ну, с золотом попроще немножечко, найдут какие-то способы, но это будет, конечно же, дороже. Теперь по поводу дефолта. Что такое дефолт вообще? Дефолт это когда, ну, вы взяли, например, у кого-то в долг деньги, и наступает, ну, там, так сказать, под какими-то условиями, значит, наступает пора платить проценты по этому кредиту, например, да, а процент вам не поступает, это называется дефолт. Вот. Что в данном случае происходит? Ну, есть облигации государственные, то есть ОФЗ, и есть такие же ОФЗ государственные, но называются суверены или евробонды, значит, это очень большие деньги в валюте, и они тоже размещены, они находятся у иностранных держателей в большом количестве, в большом объеме, понимаете? Вот. И сейчас вот, ну, буквально там, по-моему, 17 марта наступает срок очередного платежа, ближайшего по одному из выпусков вот этих самых облигаций. Ну, и деньги у государства есть для того, чтобы выплатить этот купон, то есть формально деньги есть. Вот они, деньги лежат, но, значит, эти деньги лежат в Америке, и, пожалуйста, Россия может заплатить этими деньгами, но Америка говорит, а мы вам их не дадим. То есть, понимаете, говорит, вы нам заплатите деньги, но мы вам не дадим этого сделать. Вот, как бы, такая ситуация. То есть, счета заблокировали, но заплатите нам, пожалуйста. Значит, ну, Россия говорит, хорошо, мы, так сказать, отсюда, из России можем перевести деньги. Вот. А мы вам не дадим этого сделать, потому что, потому что свифт отключили. Они говорят, ну, а что вы тогда хотите? Вы хотите получить деньги или нет? Да, мы хотим получить деньги, но, значит, это самое. Но мы вам этого не дадим сделать. Ну, как бы, и получается такая ситуация, что, получается, как бы, ну, технически невозможно выплатить. А раз невозможно выплатить, то, значит, формально получается, что заемщики, держатели вот этих вот облигаций суверенных российских, ну, не получат свои деньги, потому что сами они же и, ну, как бы, не дают возможности этого сделать. Ну, как бы, и формально, по формальным параметрам будет объявлен дефолт, что делает Россия, Центробанк, ну, достаточно логичный, как бы, шаг, ход. Они говорят, ну, если вы нам не даете возможность заплатить, то, а мы готовы заплатить это дело, то мы вам заплатим в рублях на те счета, которые у вас есть, ну, как бы, на территории России. Понимаете? А если нет счета на территории России, то мы, как бы, запишем, что мы вам должны и, значит, заплатим, как только вы нам дадите такую возможность. Вот, как бы, такая ситуация. То есть, а в рублях будет заплачено по текущему курсу, который сложился на день платежа. Ну, как бы, все логично и абсолютно. Что это означает, ну, чем это грозит для России? Ну, вообще говоря, когда объявляется дефолт, то, значит, соответственно, понижается рейтинг соответствующего, ну, как бы, эмитента или должника, вот, держателя этих бумаг. И, соответственно, если понижается рейтинг, то, значит, ему уже, ну, не так охотно дают кредиты, ну, под более высокую ставку. И, кроме того, бумаги этого, ну, как бы, должника являются, ну, менее надежными и, соответственно, от них избавляются всяческие фонды и так далее. Что сейчас происходит? Ну, нам уже, так сказать, денег никто не дает. Значит, кредитный рейтинг у нас понижен, так сказать, ниже, ну, уже дефолтный уровень. То есть, они сами его понизили. То есть, в этом смысле, ну, как бы, ну, хуже не станет. Потому что хуже уже быть в этом смысле, ну, как бы, невозможно. Понимаете? То есть, вот и все, собственно говоря. То есть, ничего не изменится. Но при этом деньги у государства есть. И государство говорит, мы заплатим эти деньги. Ну, по валютным облигациям мы заплатим в рублях, в пересчете на курсы, значит, там, на те счета, которые находятся в России. Потому что те счета, которые не находятся в России, вы же сами и заблокировали. Ну, а российским держателям ОФЗ, ну, в общем, ничего не угрожает. Вот так. То есть, по российским ОФЗ все будет выплачено, и все будет нормально. Ну, как бы, вот такая история. То есть, государство платежеспособно, но ему не дают платить. Ну, как вы заплатите, если у вас счет арестован? Никак. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому такая ситуация, и сейчас, что делает Центробанк? Центробанк, вполне естественно, он повысил уже, так сказать, ставку рефинансирования, значит, там, дико совершенно с 9,5% до 20% годовых. И думаю, что это даже не последнее повышение ставки. Повышение ставки ведет к удорожанию кредитов. Удорожание кредитов ведет к, ну, и повышение ставки ведет к удешевлению облигаций, потому что купон там фиксированный, он строгий, он определенный. И для того, чтобы покупали облигации, значит, соответственно, как я уже рассказывал в своих видео по облигациям, вы можете их посмотреть. В конце будет ссылочка, в конце этого видео. То есть доходность по облигациям регулируется их ценой, а цена по облигациям, соответственно, резко упала, и поэтому сейчас по облигациям, ну, можно, так сказать, совершенно фантастические доходности получить. Что еще я могу сказать? Что такая ситуация будет ненадолго. Ну, значит, я думаю, что может быть на год, может быть на два, но не больше, вряд ли больше. Дальше ставка будет снижаться, потому что никто целевой ставки в 4% инфляции не отменял, поэтому, значит, будет стремиться к этому. А, значит, за счет чего она будет меняться? За счет того, что стоимость облигаций будет расти. То есть, соответственно, вы купите облигации очень дешево, и они вырастут очень сильно в течение достаточно короткого срока, когда будет ставка снижаться, и вы на этом дополнительно заработаете. А сейчас облигации, ну, дают высокую доходность. Вот такая история, поэтому я абсолютно уверен, что, ну, если дефолт будет, то на нас это вот как бы никак не отразится, потому что дефолт будет для иностранных держателей облигаций, не для нас с вами, не для рублевых держателей, поэтому в этом смысле можно быть спокойными, насколько это возможно в текущей ситуации. Ну, а на сегодня все. Лайк, подписка и до встречи. С вами был Демитков Юрий. Оставайтесь на моем канале. Не теряйте, не сходите с ума, не паникуйте. И еще один момент я хочу сказать, сейчас завершение. Дело в том, что, скорее всего, Ютуб на территории России будет заблокирован. Поэтому, значит, найдите меня в ВК, найдите меня в Одноклассниках, в Яндекс.Дзене. Ссылочки будут в описании к данному видео и в комментарии первом прикрепленном. я постараюсь сделать. И в Ютубе я тоже буду оставаться, несмотря на то, что он будет заблокирован, потому что я буду качать эти видео в Ютуб через VPN. В частности, я уже скинул протон VPN у себя в Телеграме. Если вы смотрите на телефоне, там достаточно легко зарегистрироваться, и все будет доступно вам. И в Фейсбук, и Инстаграм, и Ютуб. Но вы будете считаться уже, ну, как бы, что заходите сюда, ну, например, через Америку, или через Голландию, или через Японию. То, что вы выберете. Вот. И, собственно говоря, это уже абсолютно спокойно, и никакой Роскомнадзор этого не ограничит. И эту ссылочку тоже вы увидите в описании и в комментарии к данному видео. То есть все будет работать точно так же. Поэтому просто не сходите с ума, регистрируйтесь, оставайтесь. И по своему Ютуб-каналу я уже вижу, что очень многие люди уже это сделали. Потому что для России монетизация отменена. А если вы смотрите через VPN, то монетизация работает. Вы там видите и рекламу, и все прочее. А мне, соответственно, начисляются денежки за просмотр этой рекламы. Так вот, эти денежки у меня не пропали до нуля, не опустились до нуля, а капают. Но я их не могу вывести, потому что все заблокировано. Но ничего, они там накапливаются на моем аккаунте. Так что уже очень многие люди воспользовались VPN-сервисами, чего и вам советую. Ну а теперь уже окончательно все. Смотрите про облигации, подключайте VPN и до встречи. С вами был Демитков Юрий.